Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Вот и добрались мы до следующей стадии, добрались до 1-4 финала. И у нас играют команды, команды Reaching to the End и команда The Writer's Indignation. Ну, серьезные ребята со знаниями английского поспели. Ну, по предыдущей стадии, по 1-8, которая прошла, что можно сказать? Были коллективы, которые действительно удивились, скилл был приличный, все это было ярко и индивидуально. Игра тоже некоторых персонажей более чем порадовала. Ну и среди данных коллективов тоже, в принципе, интересные команды присутствуют. Ну, в частности, по пикам уже видно, что что-то будет тут нестандартное. Ну, 1-4, а с другой стороны, как могло быть иначе? Команды тут более-менее творчески подходят к своим оппонентам. Алхимик в коем-то веке появляется у нас в пике, в профессиональной доте его не увидишь. А вот, пожалуйста, на любительском уровне почему бы не взять Алхимика? Точно так же в пик еще и Бэйн заходит. Тоже достаточно интересная фигура. Игрок, который, в общем-то, выключать 2-3 из файта может. Во-первых, Найтмэр, во-вторых, Финнс Грипп, да еще и тот же пакет, который понижает дэмэдж. Тут, в общем-то, и поговорить можно будет с Керри, которого Ричинг Тузе Энд заберут. Со стороны команды Ричинг Тузе Энд. Венжи Фулл Спирит, Эншент Оперейшн и Вайпер. В пике, в общем-то, Вайпер, конечно, безусловно, сильная фигура. Венжи Фулл Спирит тоже подруга полезная. Эншент Оперейшн тут уже на реализацию. Как пропрет, получится, не получится. Сейчас узнаем. Со стороны Ричинг Тузе Энд забрали, а точнее отправили в бан Андаинга первым же баном. Чуваки шарят. Бристолбек у нас вместе с Мираной и Шейкером отправляется дальше в бан. Ну и со стороны Зрайта Синдигнейшн отлетает в баню Квапла. Отлетает в баню точно так же Геррокоптер, Слардар и Фантом Лансер. Ни тебе мидеров, ни тебе, пожалуйста, Керри. Керри, от Керри избавляется команда Зрайта Синдигнейшн. Кого-то хотят обезопасить, сейчас, в принципе, поймем кого. В общем-то, всех. В общем-то, всех. Ну и по пикам Зрайта Синдигнейшн забирает себе последним героем Рубика. Четвертым, точнее, из возможных на данный момент. Рубика у нас под, собственно, кого? То ли Аппарат, то ли Венгат, то ли Вайпер, то ли просто полезный чувак, который может подержать тебя в воздухе и понизить магический дэв. Подочнее, магический дэв. А там уже дэмэджем можно и развалить. Тини пока что без Веспа. Будет с Веспом, не будет с Веспом, неизвестно. Вот, и куда Тини будет отправляться, пока что не ясно. И Алхимик тоже в пике. И тут вопросы, будет ли Алхимик с Аппартом, или все-таки этот Алхимик будет у нас фармить, как керри. Узнаем. Начнется игра, мы все узнаем. Вот. Ну и Рубик. Рубик, я так понимаю, больше под дальнейшие какие-то пики предполагается. Потому что брать-то все равно кого-то надо. И ульты будут какие-то, и что-то полезное да подстерить можно. Рубик всегда полезен, если в полезных руках. Тайд Хантер. Вот, пожалуйста, после Рубика сразу же Тайд Хантер. Просто как на заказ. Командор Рейчинг Тузен забирает Тайда. И Тайд Хантер отправляется, я так понимаю, на сложную линию. Вайпер, скорее всего, будет стоять на мид-лейне. Вот против кого стоять, не ясно. Тинни, например, против Вайпера вряд ли выстает мид. Тем более в соло, тем более без какой-то поддержки. Если не будет саппорта у нас под Тинни, то, мне кажется, мид можно и проиграть на Тиннике против Вайпера. Если это, конечно, вообще будет мид. Если это не мид, то и на сложной вайпер тоже может выстоять. Ну, будем смотреть. В любом случае, керри есть. Тинни, как керри имеется. Оффлейнера я пока что не вижу. Ну, алхимика можно отправить. В принципе, через Асид Спрей достаточно неплохо выфармливается. И левел, и денежки капают до всего предостаточно. Алхимику важно получить шестой уровень, важно получить ульта, а дальше уже там по желанию. Делай из него что хочешь, делай из него монстра убийств или это будет саппорт. Абсолютно без разницы. Ну, интересно, будет ли алхимик в данном случае собирать аганим. Потому как полезная штука на алхимике аганим для него, конечно, бесполезная. А вот для тиммейтов самое оно. Может быть, алхимик вообще у нас исключительно с той целью, чтобы Тинни не парился насчет аганима, а шел в какие-нибудь даггера или еще какую-нибудь ерундистику. А Рубик, Тайтхантер, Вайпер, Веншент Оперейшн, Веншфул Спирит, много всего. Чаус Найт у нас отлетает последним баном от команды, играющей за Дайер. Не нравится он. Команде Азрайтс Индигнейшн, возможно... Возможно, что-то где-то прочитали. Ну, блин, не думаю, что ЦК у нас зашел бы хотя бы с кем-то здесь в паре. Сам по себе ЦК-то, конечно, классный, но без Виспа ЦК не ЦК с Виспом. Вот и все. Ну все, в последний в баню отлетает Шторм Спирит. По миду команда Ричнин Тузен тоже не видит из данного пика никого. Значит, мид должен быть пикнут пятым. Не уверен на самом деле, потому что и Алхимик мне на миде видится, и Бейн тоже, кстати. Вообще, фулл саппорт парень. Ну, если стоять на мидлыне, то достаточно быстро можно левел вытащить, а дальше с тем левелом ходи-разваливай. Клинкс появляется. Вот кто будет убивать. Все правильно. Тинни у нас... Тинни у нас вообще теперь не пойми кто. И кто на сложную идет тоже непонятно. И Фейслес Войт последним пиком отлетает для команды Ричнин Тузен. То ли Клинкс будет стоять на сложной, то ли кто еще, сейчас узнаем. Ну что, по героям сразу разберемся. Ридик забирает себе Алхимика. Афа будет играть у нас на Тинни. Knights of the Sad Moon будет играть на Рубике. Кэп, я вижу, никого еще не забрал. Ну, со стороны команды Ричнин Тузен. Наивность играет на Венжифул Спирит. Продакти играет на Эншент Оперейшене. Вайпер — это ЕС Саммер Валкирь. И Драгстеп играет на Тайтхантер. И Варден играет на Фейслес Войте. Ну, глянем, какое месиво-то будет. Посмотрим. Ну, в старые добрые времена у нас Дэнди, например, на Рубике стоял Мидлейн. И ничего ему за это не было, в принципе. Рюмнан Джуниор забирает себе Клинкса и последний пик. Последний пик. И Бэйн у нас для Маловски. Кэп забирает себе. Здесь Кэп у нас на Вайпере будет отыгрывать. Окей, будем смотреть, что там вообще по линиям, по передвижениям, по всем комбинациям игроков. РТТЕ, в принципе, укомплектовались в хороший массовый файл. Тайтхантер плюс Ancient Operation это достаточно серьезная ОЕ ульта. Вот. А дальше уже Фейслес Войт надо просто ему контролить всех, кто в эту ерунду попадет. И будет Вайпер, будет расплевывать налево-направо. Да, вот, глянем. Этого, конечно, команде T.R.I. надо избегать. Просто так стоять, пока тебя бьет Тайтхантер и Войт, я думаю, наверное, лишнее явно. Ну и здесь по героям, честно говоря, мягковато выглядят Бэйн и Рубик. Безусловно, Рубик это вообще, в общем-то, вообще в общем-то, ох, как я загнул. Рубик немного кормовой такой персонаж для того же Вайпера, для Войта, для, ну, для любой связки из двух героев. Вот, Бэйн, Бэйн, в общем-то, через Брейнсап попробую еще убей. Ну и глянем. На миде у нас что Тинни, что Бэйн, что Найтсус Асадму. Возможно, будет Тинни стоять на миде с кем-то из саппортов. Если Бэйн вообще у нас саппорт, потому что, ой-ой-ой, какой там Бэйн саппорт, забудьте вообще. Бэйна затарили танго. Чужие танго у Бэйна, у него нул талисман, он пошел формить на мидлейн. Это что, шутка? Нет, это не шутка, она сложная. У нас отправляется Клинс в манючем капюшоне. Ну, так вижу, на Аквилу вроде как затарился. Вот, сложная будет Клинс, мидлейн будет Бэйн стоять, он будет против Вайпера. Сейчас посмотрим, возможно, это и решаемо. Первым же скиллом качается Энфибл против Вайпера. Ну, можно постоять, но все-таки на Аэротоксину плевать, мне кажется, на Энфибл. Ну, как получится, глянь. В любом случае, смотрится интересно. И пакет нон-стоп на голове. Как бы хватило просто элементарно маны. Маловский, чтобы отстоять на мидлейне. На сложную отправили Тайтхантеры, игроки команды RTTE. Вот, в легкой со стороны команды TRI у нас Тинни плюс Рубик. И на отводах стоит у нас Ридик. На отводах Ридик. Ну, и фармить принято здесь Тиннику. Ну, не часто такое видишь, чтобы в триплу куда-то нас на легкую линию отправляли Тинни. Обычно с ним иначе поступают. Ну, что, поднимает у нас Тайтхантера. Тайтхантера возвращают назад. Здесь Кракеншелл прокачан. И это, наверное, и спасет Тайтхантера. Нет, не спасает. Команда TRI забирает первый фраг. Рубик жадноватый. Ну, с другой стороны Тиннику оставлять здесь было нефиг вообще. Потому что уходил под Тауэр. У нас уже Тайтхантера. А там бей его полчаса через Кракеншелл. С ума можно сойти. А Брейнсап у нас уже на Бейне вкачан. Вайпер идет через Нейритоксин и через Пойзон Атак. Коррозив скин, в принципе, и смысла здесь нет юзать. Хотя, посмотрите, с какой мощью вообще Бейн постоянно у нас харасит Вайпера. Вайпер бедняга огребает достаточно серьезно. Ну и Брейнсап макшеный. Но при этом 125 маны. Где их взять? Для этого Боттл нужен. Как минимум. Как минимум. Вообще не часто такое видишь. Бейн на Медлойне. Может пропрет. Ну пропрет, будем учиться. Тайтхантер. 2 на 1 у него. Крипстат. На первом месте у нас Войт идет на легкой линии против Клинца. У Клинца 1 на 0. Клинца просто не подпускает. Вроде и стрелы второго левела. Вроде дэмэджа очень много. И одиночные стрелы можно раздавать. Харасить того же Вайда вместе с Фингой. Но с другой стороны подойти близко. К тому же Клинцу к файту. Это безусловно не так-то просто. По голде. Команда ТРА выигрывает уже больше тысячи. С учетом ФБ забранного. Ну и по экспириенсу. 500 с копейками. Тоже в пользу команды ТРА. Тини в соло против Драгстеба. Ну ватновато конечно смотрится Тайтхантер. Странно почему. Даже так вроде Кракеншелл есть. Но Тини пока что Тайда разбирает. Причем ранними скиллами. Скиллами первого левела. Что один, что второй был. Ну а отводы пошли у нас от Рубика. Ты смотри ребята. Прямо с проигры куда-то пришли. Ну что. Бэйн продолжает у нас стоять на мидлейне. Бэйна никто не трогает. Ну вот. С вайпером разборочки достаточно простые и серьезные. Ну и Риддик встречается у нас с Ancient Operation. Приморозили его. Ancient Operation во вражеском лесу прогуливался. Вот. И в это время откуда ни возьмись Алхимик. Кстати Алхимик у нас я так понимаю лесной. Правильно? Да. Алхимик сюда не подходил. Алхимик фармил в лесу. У Алхимика есть спрей. У Алхимика монетка. Монетка свое дело сделает. Ну и по чуть-чуть денежки какие-то капают. В общем-то не так-то и плохо. Отводы не отводы. Без разницы. На нижнем лайне. Фейслес Войт уже полторы тысячи голды. Но он тут по фарму конечно опережает всех. 25 на 5 у него. Бэйн на мидлейне. 19 на 5. Против Вайпера 11 на 1. Это шутка вообще. Это как это называется? Ну и проперло еще на руну у нас Бэйну. Дабл дэмэдж плюс боттл. Ну и теперь что? Теперь просто отпиваться и есть Вайпера. Или все-таки дождется финс грипп у нас Бэйн. Ну вы видите да? Что происходит примерно с Вайпером. Немного странная ситуация. Потому что по идее-то Бэйн у нас саппорт. По идее Бэйн у нас где-то кому-то что-то помогает. Ну в лейте конечно я думаю это может и аукнется команде ТРА. Но там если что план Б есть. Есть Алхимик, который в любом случае должен выфармливать. И есть Ти, который вроде как умирать не должен. Выход на топ лейн от команды РТТА. РТТЕ. РТЕ. Ой какие сложные названия. Ну и пассивная ДО. Там на самом деле никто не нападает. ДД Бэйн так не реализовал. Финс грипп у него если что есть. Но Бэйн не подставляется. Ну и Бэйн просто потавр. И видно что надо проюзать уже все. Уже как-то чешутся руки у нас у Бэйна. Тем более и позволяет Вайпер по количеству хп своего через Финс грипп и через Брейн сап забрать. Брейн сап третьего левела 230. Ну это действительно много. Подставиться Вайперу это значит умереть. Тут вариантов немного. Финс грипп пошел у нас от Бэйна. Щекочет у нас Вайпера. У Вайпера 20 хп. Вайпер отъезжает. Просто через один скилл Вайпер на медлене. Отъезжает от Бэйна. Ущипните вообще. Ау кстати ущипнул. Вы видели да? Вайперу не понравилось. Погладите и рай выигрывают 1600. И за этот фраг Бэйн просто заимел 386. 400 по экспириенсу. Ну стоит. Хорошо стоит ровно. И это вот видите что работает. 1100 голды у него на руках есть. Боттл есть. Бутс оф спид есть мул талисман. И у него второй крипп стат на карте. При этом. То есть по фарму все великолепно. Да он проигрывает фейслес Вайду. Но это Войт в паре с Вингу. Который стоит против архитичного клинца. У которого хп вообще минимум. Просто нападай не хочу. Так по Войду у нас нас стреливали. На этом все закончилось. Ну и Маловский. Опять у нас встреча с Вайпера. Выход на Вайпера. Брейнца пошел к Маловске. Стан по нему. Ну и на мидлейне Бэйна у нас разваливают. Минус Бэйн. Что-то становится 1-2. Удачно пришла у нас Свинга. Пришла с нижнего лайна. Ну и я так понимаю, что инфы на мидлейне не было. Об этом. Ancient Operation перемещается у нас к Вайду. Просто в инвиз клинц. Просто бежать. Сейвовый вариант для клинца. Он старается близко не подходить. На рожон ли лезет, а от этого и страдает его фарм. Поэтому тут вроде и безопасность, а вроде на самом деле такое. Терпежная немножко дота, которая артефактов-то клинцу быстрых не подарит. Это точно. Ну тут нормально, кстати, по работе саппортов команды RTTA. TE в данном случае. Так, поймали у нас Тайт Хантера. Есть ТОС, если что, у нас у Тини. Ну и тут просто не развалить, конечно. Тайт Хантера, второй Кракен Шелл, Энкор Смэш плюс проюзанный. Уже есть Реведж. Шестой левел для Тайт Хантера. Можно куда-то переместиться и где-то файт все-таки-то навязать. Ну и увидим преимущество команды TRI. 2000 было сейчас до полутора. Немного, но все равно они начали уступать. Но это фраг на мидлейне. Естественно, не мог он не аукнуться. Ну и до 1000 уже скатилось по голде. Преимущество по экспириенсу 500 с копейками. В пользу команды TRI. Так, выход у нас на нижний лайн. Ну и здесь Клинкс неужели уходит? Да, все-таки уходит. Фейслес Войт провязал у нас достаточно невнятную хроносферу. И Вайда развалили. Сюда пришел еще и Мидер. Мидер забирает Вайда. И Эншн Топорейшн погибает от рук Алхимика. Удачно переместились Мидлейнер и Лисник у нас на нижний лайн. Ну, быстро как-то среагировали. Вроде как умеют, ребята, катать. Ну, четвертьфинал, что вы хотели. Полторы тысячи по голде Тирай, тысяча по экспириенсу. Такие гуляющие немножко графики. С другой стороны... Меня немножко на стара... Так, Тайтхантер у нас погнался за Тинни. Тайтхантер у нас сейчас от Рубика гребет. Гоняешься за Тинни, будь готов отхватить. Еще один удар по Тайтхантеру. Ну, как ты его через Кракеншелл будешь пробивать? Своими рубичьими руками. С 59 демеджа. Это просто физически невозможно. Там Эншенты стоят, его не могут пробить. А Рубик решился. По голде двушка, по экспириенсу тысяча. Все это для команды Дайер. По ворду пробежал Клинц. И пошел кушать. Пошел кушать. Но, кстати, тут у Клинца могут быть действительно серьезные проблемы. А потому как по вордам скакать это хорошо не закончится в любом случае. Мидлейн переместился единственный раз у нас на нижний лайн, где был замес. Так, в принципе, стоит пока что отдыхает. Что, готовится файт, как я понимаю. Пакет на голову у нас Вайперу. Начинает настреливать по Вайперу. Пошел стан у нас от наивности Клинца. И Винга, скорее всего, умирает. Да, Винга у нас отъезжает. И Клинцу надо отсюда просто валить. 5-1 становится счет. Настреливают по Клинцу достаточно уверенно. Но тут ХП есть чем пополнить. А не было. Кстати, это Бэйн у нас всех хилит. Финнс грипп пошел у нас от Бэйна по Вайперу. И просто как котенок стоит Ancient Operation. Пытается кому-то что-то рассказать. Наваливал он в это время Бэйну. А Бэйн просто занят своими делами. Он просто ест. Не трожьте его. Ну и понятно, что Ancient Operation дэмэджа минимум. С руки просто так не разбить. И Челлинг Тач был проюзан пораньше. Поэтому не получилось. 10 минут. Черт 6-1. Команда Ти Рай давит. И это видно по голде 3.5. Это видно по Экспириенсу. Это видно по всем лайну. Единственная печаль, конечно, для команды Ти Рай. То, что они очень сложно пробивают Тайт Хантера. Ну, кстати, сейчас могут все-таки и развалить. Вот Тайт Хантер у нас. Лоу вообще ХП. Но тут не швырнуть ничего. По мане проседает у нас сильно. Тинни. Как ни крути. Ну и уходит отсюда у нас Рубик. А вот за Тинни, кстати, погоня от Рубика. Ой, от Рубика. От Вайпера. Заканчивается фрагом. Второй фраг для команды Рэдиант. И дороговат, наверное. Был, нет, 462. Могли и побольше дать. Клинц у нас опять остановился себе спокойненько в Хроносфере. Съел, кстати, Крипа. Умудрился съесть Крипа и... Некоторое время еще и пожил. Ну и вот через Хроносферу вместе с Венжи Фулл Спирит. Которое минус деф бросило. Да и стан там залетел. Ясен пень, что там Клинцу выжить. Вообще не вариант. Счет становится 3-6. И за Клинца 658 голды получили. Чего у нас Войт так летает? Дерзко. Потому что у него... Венжи Фулл Спирит на плечнике. Это я так понимаю... Это я даже так понимаю, не понимаю. Ну что, пошел у нас замес на нижнем лане. Наивность у нас стоит в Найтмэр. Ну и без вопросов здесь Бэйн забирает. Венжи Фулл Спирит. Тайтхантер. Рэбач пошел у Тайтхантера. Ну и сразу же энкор смеш. Чтобы не отдавать Рубику никаких ультов. Финсгрип пошел от Маловски. Забирают еще одного героя. Войт в таверне. Венжи Фулл Спирит в таверне. Ну и колба у нас от Ридика. Назад возвращаю Драг Степа. Его здесь тоже расковыривают. 3-9 становится счет. 12-ая минута. Счет 3-9. Тут по голде, конечно, Террай должны были подняться. Им можно пропушить нижний лай. Вот. Хотя и по ХП я смотрю просели. Ну, Алхимику плевать вообще. Алхимик был в ульте. Чтобы Алхимик просел по ульте, это не... По ХП это в принципе невозможно. И посмотрите. Блейд оф Алакрити и Огр Клаб. Первыми артефактами на Алхимика. Ничего вообще на подсейв собственный. Ничего вообще касательно... Касательно каких-то отхилок, отжоров. Ничего такого. У меня есть ульта. Я ей хилюсь. И, по-моему, то, о чем я говорил. Сейчас мы посмотрим на нашего Тинни. Тинни 670 на руках. У него есть барабаны ПТ. Барабаны ни разу не юзаны, кстати. Только появились, как я понимаю. А, вот. И... И что? И неужели палку в руки будет давать у нас Алхимик Тиннику? Ну, может быть, вполне. Тысяча голды осталось всего лишь Алхимику до появления Аганима. После этого Аганим... После этого Аганим можно в любого героя вставить. А кому же здесь он вообще полезен? Помимо Алхимика. Рубику? Не Рубику? Непонятно. Клинцу плевать, да, на Аганим. 100%. Ну, для Тинни, значит. Для Тинни или для Бэйна. Ну, у Бэйна, знаете ли, сомнительный Аганим. Финс Грипп, это несерьезно. Ну, ясен пень, что, скорее всего, для Тинника. То есть, когда Тинни у нас будет с Аганимом? Точнее, когда Алхимик будет у нас с Аганимом? После этого будет Тинни у нас с Аганимом. Тинни быстрее будет фармить. Ну, и пожалуйста. Такая неплохая схема. Кстати, из профессиональных коллективов, сколько не наблюдал, я не видел, чтобы кто-то собирал Алхимику Аганима и бустил своего какого-нибудь товарища. Тайтхантера либо Рубик может убить, либо Тавер его может убить. Чтобы его убил Тинни, такого сегодня, я думаю, мы не увидим. Тут Тинни, конечно, невезуха полнейшая. Или он просто слабый. Так, у Клинца уже есть рингов Аквила. Солринг и ПТ есть для Клинца. И готовится к появлению Оркит. Для данного героя. Ну, и готовится, я так понимаю, выход еще на нижнюю лайн. На первый Т1 от команды ТРА. Ну, и здесь столпилась уже сила, которая будет дефать эту ерунду. И дамагеры тоже здесь. Кстати, без Тинни будет драться. Вот, 4 на 4, как я понимаю, намечается файт. Нет, 5 на 4. Уже все здесь. Реведж есть у Тайтхантера. Тайтхантер выходит у нас на Ридика. Ридик без ульты. Реведж пошел у Тайтхантера. Усыпили его. Ну, и просто Бэйна закрывают. В хроносфере Бэйн здесь умирает. И это вообще не обсуждается. На лохэп Фастлесс Войт. Пошла Мека. Ой, какой крутой реведж от Рубика. Вроде бы и подстопить всех можно было. И подстопил таки. И реведж просто на 5 с плюсом от Рубика. Но чем это закончилось для команды ТРА? Двумя фрагами. Мидера потеряли. Потеряли саппорта. Зато забрали. А, тоже двух саппортов забрали. Ну, и, скорее всего, Рубик отсюда тоже не уходит. Да, здесь развалили у нас Рубика. Счет стал 6-12. И Клинц. На Вайпера нет смысла быковать. Корозевский. А, хотя Корозевский 1-го левела. Можно было бы и вгрызться в него. Все это время Ти не фармит. У него 1950 на руках. Ну, насколько я понимаю, будет Даггин. Потому что герой сам по себе нуждается в быстром перемещении. Ну, и если есть... Если есть Висп, то, конечно, это все хорошо. Если Виспа нет... Так, у нас Финкс Грей пошел на Тайтхантера. Настреливает по нему Клинц. Ну, и Тайтхантер, да ладно. Чуть не ушел было Тайтхантер. У нас Клинца в итоге развалили. Пакет на голову Вайперу. Вайпер стоит. Волнуется. Ну, и сразу же инфибл на Венжи Фулл Спирит. Тут, конечно, контроль от капитана команды ТРА на 5 с плюсом просто. Выключил одного, убил второго. И третьего, вместо того, чтобы его убили, просто заставил гладить самого себя. Инфибл, конечно, порезал там Венгу просто пополам. Я говорю, конечно же, о демидж. Ну, и все. 15-ая минута, 47-ая секунда. Я первый раз в жизни буду видеть, как Аганим появляется на Алхимике. Я так понимаю, Алхимик должен сейчас же его на кого-то проюзать. И где Тинни в это время, Тинни в это время уходит у нас хилиться на базу. Все у него не так. 5 тысяч по голде Тирай, по экспириенсу 3 тысячи. Ну, так, это просто такое нельзя пропускать, это надо смотреть. Бежит же. И понятно же, куда он бежит. Он вряд ли за смоком бежит. Это курьер мог бы сделать. А ну-ка, дай палку, пацану. На тебя, Аганим. Вот. Чувак, у тебя есть Аганим? Нет Аганима? На тебя, Аганим, чувак. Появляется Яша у нас у Тинни. У Тинни теперь куча демеджа. И откуда вообще непонятно. Ну и так его прокликать-то, демеджа у Тинни, точнее Аганима у Тинни нет. Кстати, до каких пор вообще он работает, этот Аганим? По-моему, до тех пор, пока не умрет сам Тинни. Навсегда. Навсегда получает преимущество от Аганима. То есть можно собирать еще один Аганим Алхимику и кому-то пихать. Все, Тинни теперь всегда будет с палкой. Че это не юзать, профессионалы? Алло. Все, у него есть Яша, у него есть Аганим. У него дополнительное ХП. Все, у него такой... Потом Муншарту даже собирай. Вот. То есть слоты у тебя не занимаются ничем, никакой хренью. И при этом ты бегаешь с палкой в руках. Ну что, пошли. Врыв пошел на Тайтхантера. Рубик, ты где? Рубик далековато. Отсюда Рубик в файте у нас не участвует. Ридика приморозили. Тинни начинает наваливать у нас по Вайперу. Закрывает у нас в храносферу двоих. Войд с пакетом на голове. У него минус 124 демеджа. Маловский цепляет в это время Вайпера. Плевок пошел у нас в Бэйна. Бэйн забирает у нас Тайтхантера. Ульта аппарата достаточно точная, если бы хоть по кому-то попало. Ну и команда Тейрай теряет двоих. Теряет мейнкерри. Тинни у нас отъезжает в таверну. И тут даже отправляется Алхимик. Ну это такой, знаете ли, комплекс суперубийц. Немножко сработал на команду Тейрай. Они поняли, что рано собрали мощные дамажащие артефакты. Пойдем-ка мы в любую ситуацию нырнем. И там эти артефакты реализуем. У нас все получится. Нет, не все получится. Конечно, далеко за Т2 заходить смысла не было. Ну я думаю, что второй раз такое делать было бы уже нелепо. У Бэйна в это время появляется Белт оф Стрэндж, Аркан Буцы, Боттл и Некрономиконы. С малыми будет у нас. Маловский наберет себе армию и будет, как я понимаю, пушить. Ну а почему бы и не пушить? Тинни с бревном это раз. Клинц с нормальной скоростью атаки. Естественно, с макшенными стрелами это два. Но у того раз здесь рассыпаются просто в мгновение ока. Какого-нибудь тролля бы еще. Чтоб дэмэджа было много. И посмотрел бы я на все это. У Клинца, кстати, уже есть обливиан стаф. Ну и пока по мелочи. Тут Сейдж Маск осталось еще. Осталось еще насобирать. Квартер стаф до второго обливина. Дальше Оркет. Ну и заходят в лес. Вижен есть от команды Терайна. Рубик у нас в инвизии. Рубик, скорее всего, нападать будет. Если, опять же, хотя бы на кого-то наткнется. Нарала Винга, вроде бы как спалила. Ну, по таврам тусуется команда RTTA. А эти ребята наглые просто заняли их линию. Окей, окей. Не хотите драться, мы будем забирать ваших крипов, не подпуская их к вам в принципе. Сразу же смог провязали. Там же под крипами. Ну и гуляют под смоком. Вражеские крипы их не палят. Винга спалила Тинити. Не видят, но думают, что он один. Или не думают. Или он не один. Рубик просто вообще по кромке ножа ходит. Рубика спалили крипу и здесь. Цепляют у нас Рубика. Рубик плевок. Вайпер страйк. Фейслес войда. Ульта аппарата. Все под реведжем. На лоу хп здесь Клинц. Не цепляет у нас Клинца. Кстати, ультой своей войд. Ну и такая же у нас ульта от Рубика. Закрыли Вайпера. Тинни наваливает Вайперу. Вайпер на лоу хп. Ну и Рубик тут просто кустами должен уходить. Три полкил уже от Вайпера. Вайпер на лоу хп. Ну и если найдет, конечно, Рубика он расковыряет. Ну и Бейна тоже забирают. Это минус 4. Ну и в это время забирают у нас еще и Вайпера Рубик. 577 голды. Ну и что там, кстати, у Рубика-то? Хроносфера. Офигеть. Надо было. Нашел, что взять. Ну здесь, кстати, и некрономиконы провязаны. Можно, в принципе, поправить свое положение, забрав тавер. Пока некра стоят, почему бы их не провязать на тавер? По голде в итоге. РТТИ выигрывают 1700 в этом файке и 900 голды для команды Теирай. Они 5000 выигрывали, теперь немного подскатились вниз. И алхимик отправляется вниз. Что, еще один аганим, чувак? А где твои артефакты, лох? Нет артефактов у него. Алхимик в медальон, как я понимаю, у нас выходит. Да, медальон уже готов для Ридика. Ну, по голде ровненько. До пятерки дошла команда Дайер и на этой позиции держится. Ну и 4000 по экспириенсу тоже для команды Ти-Р-Ай. Да, по алхимику. Зацепили его. Ну, ульта, в принципе, первого левела от Бейна. Ой, кстати, Бейна от Ancient Operation. И тут просто быстренько Клинц разобрался у нас с Ancient Operation. Он отомстил за ульту. Вроде бы и не сильно у нас на доможили алхимика. Ну, Бейн... Ой, Бейн... Клинц просто дикий. Ему плевать. Вообще, он просто всех убивает. Огр Клапа является у нас на тине. Скорее всего, я думаю... Ну, наверное, БКБ. Что еще? Хотя Вайпер в любом случае плюет сквозь БКБ. Венга разве что не будет станеть, но будет у нас свапать. Тайт Хантер, естественно, не бьет сквозь БКБ. И... Ну и войду плевать вообще на все БКБ. Войт на 22-й минуте собирает у нас Battle Fury. Есть у него Hand of Midas. Есть Battle Fury. Есть Power Threads. И, в общем-то, к лейте этот герой будет достаточно уверенно смотреться. Тут, конечно, ситуация у команды Тейра неплохая. В общем-то, и Тинни достаточно серьезный парень. Но если пропрет у нас Вайда на нормальную хроносферу и всех вокруг развалят, то и Тинника Войт, конечно, развалить может. С другой стороны, не будем забывать про пассивку Тинни, которая Войда может на месте оставить. Чем больше Войт бьет, тем больше Войт получает. Тинни верит на нас свингу. Подбросили. Удар по хребту, пока летела. Упала почему-то мертвая. Второй некрономиком на Бэйне появляется. Просто тут нормальная сборка вообще на Бэйна. Вообще нормальная позиция для Бэйна. На мидлейне стоять против Вайпера и стоять со счетом 7-3. 72 крипа против 60 крипов от Бэйна. Это какая-то шутка. Да, конечно, Фейслес Войт у нас выше всяких похвал. 114 у него против 107 от Тинни. Ну и Тинни тоже держится молодцом. Конечно, просаппортили, пробустили его достаточно серьезно. Но факт есть факт. Команды-то в любом случае есть своя острота. Если они ее реализуют... Мы же тут не пап говорим, что кто-то потом будет ссориться и говорить Да ладно, Тинни, ты вообще никого не мог бы убить. Мы тебя тут пробустили. Я, кстати, видел каких-то... Кто-то что-то кому-то... Ауру какую-то дает. Скорость передвижения на 7%. И скорость атаки. Ну что, Тинни... Неужели отдает Алхимика? Да, разменивают Алхимика. Рубик у нас очень крутой. Крутая Хроносфера. Забрал еще у нас и Вайпер Страйк. Да что это за Рубик вообще? Хроносфера у нас пошла... Еще и так и у Тайтхантера бы забрать. А нету теперь сползтила. Ульта аппарата. Туда Маловский. На ЛОХП. Рубик на ЛОХП. Афа неплохо, в принципе, по Вайперу наваливает. Ну и аппарат. Если дойдет до аппарата, аппарат-то развалит. Барабаны провязал. Просто валите отсюда. Но, в принципе, отпускать-то не должны у нас Тайтхантеры. Но есть ТОС. Если назад ТОСнуть... Да, просто выбрали. Пошел к чертовой матери, говорит. Выбросили у нас Тайтхантера. У Тайтхантера через 3 секунды будет блинг. Ну и надо бежать. Если успеет, конечно, может и развалить. Ну и подбросить и убить. И нечего думать даже. Просто подбросить и убить. А здесь есть, кому его подбрасывать и кому его убивать. Нет, нет. Все-таки Тайтхантер у нас развернулся и свалил. Но ситуация была скользкая. Что с одной стороны, что с другой. Тинни, я думаю, конечно, на, видимо, инфы просто не было. Бежит сзади кто-то или нет. Если была бы инфа, там просто бросаешь его, чувак разваливается. Тайтхантер, ясен пень слился бы. Ну что, по сборке конкретно Тинни, к чему все это необходимо. Вообще, для чего у нас руки освободили Тиннику, точнее слот освободили и время, потраченное на фарм, освободили под аганим. Это все для того, чтобы, я так понимаю, безопасить его, чтобы были другие артефакты. Какие другие артефакты здесь необходимы? Здесь необходим БКБ, скорее всего, и Манта Стайл в дальнейшем, если придется пушить. А пушить таки придется, потому что Некра третьего левела о чем-то договорят. Плюс Алхимик, плюс Сэсид Спрейм промакшенным. Ну и, естественно, тут к пушу все движется. 25-ая минута у нас и уже, в общем-то, заряжены на 5 с плюсом игроки команды TRI. Но БКБ вещь просто must-have, потому как очень неприятно просто простоять всю эту ерунду в Тайтхантере. В Тайтхантере, в смысле, в реведже Тайтхантера. Вот, а потом в хроносфере от Вайда. Как бы это просто слить всю комбинацию команды TRI в никуда. Ну и с другой стороны, когда Тайт врывается в тебя, БКБ провязать, ну, пройдет, не пройдет. Действительно, это заранее необходимо дуть. Ну, посмотрите на команду TRI, кстати. Заваржен это все вообще. Заваржен вражеский секрет-шоп, точнее, проход на него. Стоит в центре для того, чтобы, как бы, видеть, есть ли вард на эншентах или нет. Там, кстати, наивность у нас немножко умерла. И здесь стоит в центре, и здесь стоит обсерв. И все, в принципе, видится, все палится. Со стороны команды RTTE больше защитные варды, и они, ну, как бы, нереализованы по факту. Ну, и аппараты дня, что не ульт, то, конечно, провал. Всем, чем было просто в Бэйна, сам Бэйн у нас расконтролил вторую иллюзию, отправляет ее фиг знает куда. Это мне, кстати, напоминает игру... Игру, игру, игру... Игру инвокера в первом матче у нас команда Скул-9 играла. И там так немножко поджигал, конечно, инвокер. Ну, и здесь Бэйн, да, бро, куда ты, Войт, стоять вообще? Финсгрип есть, если что. Ну, и что, будет ли Финсгрип по Войду? Не будет Финсгрип, а по Войду. Без него разберутся. Реведж пошел у нас по Тайдхантеру. Сразу же энкард смеш от него. Ну, и Ридик здесь без ульты. Куда ж ты, роднуля, полез? Доминейтинг для Маловски. 11-3 Бэйн. Некра пошли сжечь. Сюда прилетает у нас Фейслес Войт, которому так и не дали возможность пролезать в храносферу. Пошла на стрелка у нас от Клинца. Еще раз развалили Войда. Войда в таверну. В таверну Вайпера. И за Вингой просто гнобить ее на хайграунде. Трипл килл от Клинца. Тим Вайп со стороны команды ТРА. И просто дерутся, как я не знаю. А Кипро? Это что вообще такое? Это кто такие вообще? Где квалификация на Интернешнл? Где вы были раньше? 33-16 становится счет. Ну, здесь как бы просто аплодируем стоя. 11-3 Бэйн. Мидлейн. Отстоять против Вайпера и отстоять с таким преимуществом, это, конечно, дорогого стоит. Ну, давайте по Нетворцу смотреть. По Нетворцу на первом месте у нас Тинни. Еще бы за него все сделали. Конечно, Тинни у нас будет на первом месте. Ну, и ульта аппарата. Кстати, не точно. Смотри, как там все шарящие. Просто шарящие ребята. Ульта аппарата переждал. Постоял. Не понял, откуда как бы Вижен. Откуда Инфан. Ну, видимо, над башками пролетел. Хотя, ситуация, конечно, странная. Переждал ульту аппарата. Зашел на фонтан. Постоял, похилился. Перекусил и назад. 33-16 счет. 15,5 ТРА и выигрывают по голде. По экспириенсу они выигрывают 16-16. Ну, и самое интересное, что не давят. Они забрали почти все внешние товара. Какого-то давления на базу пока что не ощущается. Солар Кресту Алхимик. Алхимик тут, кстати, располезен очень сильно. Единственный трабл Алхимик это то, что к моменту начала файта у него почему-то ульта в откате. Ей остается там еще 10 секунд. Он, конечно, парень серьезный, плотненький. Но 10 секунд стоять под Вайдом это многовато как-то для Алхимика. И что сделали с Вайдом? У Вайда был максимальный крипстат. И до сих пор максимальный крипстат на карте. 130 на 7. Но счет у него 1-6-3. С Вайдом тут поступили не очень. Тинни дальше. Но Тинни уже опережает по крипстату. Естественно, по Нетворсу он тоже выше. 15 тысяч для него сейчас против 9200 от Вайда. То есть больше, чем в полтора раза перефармливает мейнкер и команды RTT. Единственный, кто там еще на уровне Свойдом это Вайпера. Ну, у Вайпера тоже 9400. Есть Аганим. Есть Мекка, Аквилой и ПТ. Тоже, в общем-то, плотный. Но к 30-й минуте не такой уж и плотный, как хотелось бы. Хотя и на Тинни посмотрите. Да, Аганим Аганимом. Но так, в общем-то, пока что по серьезным артефактам, каким-то БКБ Яша. Тоже, знаете, посредственные артефакты. Естественно, свое он еще не дофармил. У Клинца Дизольф. Да ладно. Это просто разрыв. Три удара от Клинца по Ancient Operation. Ну, 48-й раз умирает у нас Ancient Operation за последние 10 минут. Вот. Ну, и тут, понятное дело, что Клинца теперь-то с руки наваливать будет. Ой-ой-ой, как сильно. Кстати, тот, кто стоял на сложной линии. 12-4. Вот так вот стоял. Мидлайн Бейн против Вайпера. 11-3. Алхимик 1-4. Донышко. Рубик. Ничего так, кстати, отжигал у нас. Ну, и Тинни идет. 3-3. Кстати, Тинни вроде как и дали ему фармить. Такой главный убийца должен был в файте. А, все не то. 10 ассистов. Фраги не дают. Мы тебе дадим все. На тебя, Аганим. Ты теперь сильный. Ты большой. Ты хорошо бьешь. А фраги типа, а-а-а. Нет. Убивать будет Бейн и убивать будет Клинц. Тинни ходит. Ребята, зачем вы мне дали эту палку, если я никому не могу шарахнуть этой палкой? Что это такое? Что значит не стрелять? 20 с лишним уже. Тирай выиграют по голде. 23 по экспириенсу. Ну, здесь просто, я думаю, что вопрос времени. Хотя, время-то войдут дают. Какой каламбур, да? Войдут, дают время. Вот повелитель времени у нас, собственно, в этом времени и очень сильно нуждается. У него один батлфьюри, но где-то пофармить и провязать этот батлфьюри вариантов минимум. Клинц палился, и об этом он должен знать, потому как крипы просто так на инвизного чувака не агрятся. Ну, и ушел отсюда. И дальше пошли варды от команд... А, нет, нет. Это не те варды, не от той команды. Это у нас RTTI. Завардили подходы, потому как уже побаиваются. И, наверное, правильно делают. Все-таки предыдущие файты об этом могли им сказать. Мне кажется, или у Тини какая-то немножко... Да, какая-то немножко конченная рука. Или нет? Не такая рука должна быть у Тини, по-моему. Хотя, может, это еще 15-й левел, посмотрим. Тонковато как-то выглядит. Забросили крипа у нас на вайпера. Сам под коррозив скином ходит, гниет. Бедняжка. Ну что, просто оторванный алхимик. К ульту провязал. Так, забирает вайпер страйк у нас Рубик. Войт ворвался, но хроносферу так и не успел дать. Ульта пошла у нас у алхимика. Мы это видели? Реведж от Тайтхантера. Где Рубик? Рубику что-то надо украсть. Вайпер страйк он уже дал. Будет ли забирать у нас через Spellsteel что-нибудь от Вайда? Ну, Вайду здесь просто никак не даться. 99 минус 97. Бей нас, Войт, ломай нас полностью. Бей нас по 2. По 2 я имею ввиду не по 2 человека, а по 2 демеджа. Это же, конечно, издевательство какое-то. Ну и Маловский, глянь, поставил поспать Венжи Фулл Спирит. И Драг Степа просто игнорирует. Ну и все. И Бейн, конечно, здесь просто на 5 с плюсом отыгрывает. И Дайгер есть, и Некрай есть, и Пуш тебе, пожалуйста, и файты массовые. И поспать положить, и Добрый, и Злой, и всякий. Конечно, Бейн здесь, ну, Кэпчо, как-никак. 26 тысяч, о, полетел Алхимик. Прям-таки на голову Тайтхантеру. Тайтхантер на лоу ХП, а выбрасывает в него колбу у нас Ридик. Ну и Маловский. Продолжение. Одного поспать, на второго упал, и мега килл для Тинни. Тинни талант свой, конечно, к лейтгейму раскрыл. Правда, когда уже бараки вторые сносятся, ну, с другой стороны, 12 ассистов. Файт есть файт. Кому как пропрет. Ну и там Клинц, по-моему, вообще чудеса. 13 на 4 у Клинца, и у него где-то в проекте МКБ. Ну, что это? Все, ребят, решить это невозможно просто. На это больно смотреть. Так, а ну-ка Клинц у нас по Вайперу настреливает. Ну, тут Клинцу больновато, конечно, так огрести. И вообще по Нетворцу, кстати, Клинц 15 всего против Тинни, у которого 19. Ну, так смотришь на артефакты, где это все? Нету. Хипперстоун 2000, Яша 2000, БКБ 4, это 8. А здесь 1000, а здесь полторы. Это пускай 12. 4300 на руках. Должно быть 17. Ну, 17 пускай. А у него написано 19800. Коррупция в доте. 30000 преимущества по голде, 27 по экспириенсу. Команда Тирай уже, в принципе, я так понимаю, играется. Потому что... Кстати, Солар Крест есть. Посмотрите, с чем. Вот с этим вот. И вот это вот. Есть вот с этим вот. Два Талисмана of Evasion. Алхимик у нас с суперуворотами. Самый изворотливый вообще в этом матче. Действительно, он такой, знаете, ну как, не слегка, конечно, плотненько хитрожопый. Со старта, во-первых, у нас пробустили Тинника. Во-вторых, сам тут попробуй вообще сделать с ним что-то. Ульту произвел у нас Алхимик. Плюют по нему. Мисс-мисс, мисс-мисс. Мисс-мисс. И колба выбросится ли. Нет, колба не выбрасывается. Алхимик у нас в итоге со всеми своими... Живет! И живет дальше. Он тут отрывать же уже не увернешь. Чего ты сел? И сел. Все. Ну что, настреливает у нас по Тайтхантеру. Минус один сделала команда РТТЕ. Дальше по Вайперу. Переключились. Годлайк уже у нас для Клинца. Клинц в это время на мидлейне. Разваливает еще и Вайда. И монстркил у нас для Бэйна. Ну и наивность так уже. Просто в вагоне по Таверу. И Unstoppable благодаря Некрономиконам. Благодаря, в принципе, всем скиллам. 2000 хп. БКБ есть. Есть Некрономикон. Есть Даггер. 2 200 на руках. Тут просто... Просто развал полный. 19-44. Ну, что сказать. Думал, противостояние будет посерьезнее немножко. Команда Тирай оказалась посильнее. И как бы достаточно посильнее. Видно и сыгранность, и скиллы. И, пожалуйста, творчество тебе. Бэйна отправили на мидлейн. Кто вообще об этом думал? Я знать об этом не знал. Что такое вообще реализуемо. Ну и пожалуйста. Так, по ГПМу мы все видели. Но здесь команду... Нет, команду-команду-команду RTT немножко без денег вообще оставили. 273 у Тайтхантера. Фейслос Войе 374. Да, меньше чем все вообще абсолютно. В составе команды The Righteous Indignation. Ладно. Ну что, у нас закончился первый день. Первый день. Закончился он победой в первом четвертьфинале. Команда The Righteous Indignation победила команду RTT. И она проходит дальше в полуфинал. Вот. Так что у нас определился полуфиналист. Еще один. Вот. Друзья, завтра. Начиная с 12 часов дня. У нас будут проходить... Может быть с часу. Но в любом случае с 12 уже держите ухо востро. Будем с капитанами общаться. У нас будет проходить две... Точнее четвертьфинальная стадия игры. Оставшиеся четвертьфинальные матчи. И после этого у нас будут сыграны полуфиналы. Финалы. Вполне может быть, что финалы. Игру за третье место мы перенесем на субботу. На такую серединку дня. И ближе к вечеру. Как раз в мейн-время. Чтобы все посмотрели. Вот. Ну все. Спасибо всем. Спасибо командам. Спасибо игрокам. Это была история игрокам ТВ. На сегодня мы наш Summer Cup. Первый сезон. Первый день этого сезона. Закрываем. Вот. Услышимся с вами уже завтра перед уходом. Не забывайте рассказать друзьям в паблике, что там у нас происходит. Вообще друзьям где-то ВКонтакте. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Группа ВКонтакте. Будем рады вам. Нам там до тысячи просто чу-чуточку осталось. Поэтому будьте добры, подпишитесь. Только полезные новости на нашей стене. Все. Я устал. Все устали. Вы устали. Но это была приятная усталость. Спасибо всем, что были с нами. Сегодняшний день объявляю закрытым. Это была студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Продолжение следует.